Доброе утро! И помогать мы вам будем на протяжении следующих двух часов. А более подробно о том, что же вас ожидает во время нашего эфира, давайте прямо сейчас и узнаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, и как бы его ни называли, для нас он будет просто изобретателем. Ну а тем временем, на самом деле, сейчас актуально заменить дорожку на стадионе, беговую, именно на частную, которая находится у вас в квартире, то есть стационарную. Тем более, что так можно корректировать режимы, на которых вы хотите упражняться. Конечно же, и в преддверии лета, весна уже в самом разгаре, скоро самые теплые дни нас ожидают впереди лета. Понимаешь, скоро фруктов появится столько, что это же потрясающе, просто вот не знаю, кого как, но у меня именно душа радуется, потому что я, во-первых, люблю вкусно поесть, вот, и гораздо больше всей остальной пищи мне импонируют фрукты. Именно поэтому мы уже скоро увидим на прилавках магазинов огромное количество не только свежих овощей, но и других вкусняшек. И вот только представь, спорт, фрукты, овощи, ну вот все условия просто для того, чтобы привести себя в форму перед летом. И, кстати, это же все и в какой-то мере и от витаминоза спасает, но более подробно об этом расскажет наш корреспондент. Весна, греет солнце, поют птицы, распускаются цветы и вместе с ними приходит нехватка витаминов. Отсюда почти у половины крымчан целый ряд неприятных симптомов ощутила их и Галина Костина. Очень сильно чувствуется сонливость, усталость, хочется больше как-то отдохнуть, потому что зима как-то забирает много очень сил. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно идти в аптеку за таблетками. Лучше на рынок или в магазин, ведь именно из продуктов организму проще усвоить нужные микроэлементы. Обратите внимание на фрукты. Например, в цитрусовых много витамина С. Достаточно его и в этом фрукте. У англичан даже есть пословица. Кто одно яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает. Среди овощей чемпионы по содержанию этого витамина помидор, перец и капуста. Морковь – кладезь микроэлементов группы В. Они укрепляют ногти и волосы. Можно употреблять овощи и в квашеном виде, а ягоды – размороженные. В виде пюре. Но желательно их, конечно же, использовать в свежем виде, потому что термическая обработка любого продукта, она приводит к уничтожению полезных свойств и тех витаминов, которые находятся в этих продуктах. Свои полезные свойства и у молочных продуктов. Они содержат белок, все необходимые аминокислоты, фосфор, калий и не только. Если вы на завтрак съедите сырники, в течение дня вы пьете стакан молока, а вечером кефира вы почти на 100%. Удовлетворите суточную потребность в витаминах А, В1, В2 и Е. Не отказывайте себе и в мясе. Это хороший источник белка, минеральных веществ. Обеспечит вас витаминами группы В – говядина. Разбейте, пожалуйста. Спасибо. Полезные дары моря – витамин D, омега-3 помогут улучшить мыслительные процессы и предупредят развитие многих болезней. А вот бороться с депрессией и усталостью лучше семечками и орехами. Они богаты витамином Е. А чтобы все уж точно хорошо усвоилось, не забывайте про позитивный настрой. Так что улыбайтесь и будьте здоровы. Екатерина Серегина и Влад Мошек. Утро нового дня. Ну а наш эфир продолжается. И прямо сейчас мы расскажем вам новость. Прежде, кстати, вот я думаю, все-таки нужно присесть, потому что новость такая не самая позитивная. Тем не менее, знать об этом нужно. Да, дело в том, что главная сторона не только завтрак, а чтобы была возможность приготовить его на электрических приборах. И мы не зря об этом говорим, потому что сегодня в Симферополе будут плановые отключения света. И с 8 утра, если вы только что проснулись и обратили внимание, что света нет, не переживайте, все нормально. Электричество отключили по плану. Проводятся ремонтные работы с 8 до 17 часов. Его не будет, электричество света не будет по ряду улиц Симферополя. И говоря об этих улицах, это улица Ульяны Громовой, Народная, Туркенича, Любовь Шевцовой, Объездная, Степная, Целинная, Сосновая. Ну а также Каменский массив попадает в этот список. Ну то есть в 5 часов вечера у вас уже должен появиться свет, если вы проживаете на тех улицах. И вы как раз-таки попали под плановые отключения в связи с ремонтными работами. А тем временем света может быть и не быть, а вот о погоде знать стоит. Ну и прогноз погоды по Симферополю. В Симферополе сегодня переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, днем плюс 14. Ой, прошу прощения, плюс 11. В Симферополе пасмурно, с прояснениями и осадков не ожидается. Ветер северный 1 метр в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, днем плюс 10 тепла. Прогноз погоды по ЮБК. Переменная облачность без осадков, ветер восточный 3 метра в секунду, Температура воздуха ночью плюс 5, днём плюс 9. А прогноз погоды по Феодосии говорит уже немножко о другом. Там пасмурно, но, тем не менее, осадки тоже не ожидаются. Ветер северо-восточный, 1 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, днём плюс 10. В Керчи 23 марта переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, днём плюс 10 тепла. А в Армянске сегодня облачно. Небольшие осадки. Ветер с северо-восточный, 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, днем плюс 6 тепла. Ну и хочется отметить, что на самом деле, по ощущениям, вот когда мы сегодня вышли на улицу, гораздо прохладнее, чем могло бы быть. То есть цифры говорят об одном, а вот именно в куртку теплую хочется укутаться. Вот так вот прямо. И не забудьте о шапке, о шарфе и даже перчатках, потому что сегодня они могут вам пригодиться. Дождик моросит, кстати. Имейте еще в виду. Возможно, зонты. Хотя часто у нас прогноз говорит о том, что дождя не предвидится. Тем не менее, это Крым, все мы знаем. Это Крым, да. Здесь у нас такая непредсказуемая погода. Поэтому можно выйти в сапогах и к обеду уже просто надеться туфли. Шорты, да. Перелезть в шорты, туфли. Нормально, в принципе. Да, это прям по стилю, мне кажется, и по району сразу идти гулять. Знаешь, Саша, я обратил внимание, что в такую погоду вообще хорошо дома сидеть, как по мне. Вот если бы не понедельник, конечно, это святой день, то вот хорошо бы в такую погоду сидеть дома и играть в интеллектуальные развивающие игры. Как к такому относишься? Ты знаешь, одна из моих любимых настольных игр — это Imaginarium. Это очень интересная игра, объясняю. Дело в том, что всем участникам игры даются карточки, и они должны составить свой ассоциативный ряд. И вот люди... То есть ты должен так озвучить свою карту, чтобы вроде и не сразу все догадались, но примерно поняли, о чем... Ход мысли уловили. Да-да-да. И тот человек, который соберет большее количество баллов, он, естественно, и выходит победителем. Конечно, это не монополия. В монополии вообще, мне кажется, сутками можно играть напролет. Но тем не менее... Тем более неудивительно, что сейчас места лофтовые, где как раз-таки можно играть на столке, они вот именно одни из самых популярных среди молодежи. Это факт. Сейчас такие места действительно пользуются популярностью. И, кстати, вот эту игру я возьму на вооружение. Как-нибудь обязательно попробую в нее поиграть. А вот хотела тебя о следующем спросить. В крестике-нолике с черепахой играла? С черепахой не играла. Но со всеми остальными, мне кажется, играла, вечно проигрывала, потому что все быстро заучивают самые выигрышные комбинации. Если это классическая разметка с сеточкой, то, мне кажется, здесь самое главное первому поставить в нужном углу. На самом деле такое удовольствие не всем. По плечу не у каждого есть черепаха, тем более играющая в крестике-нолике. А как это могло бы быть, давайте сейчас увидим. На ваших экранах кадры необычной этой самой игры. И черепаха, вы можете обратить внимание, еще и думает, прежде чем ход сделать. Какая она потрясающая. Ты посмотри. Это на аквариуме, да, получается? Ребята играют. Я, по-моему, пошла за черепахами. Я знаю, что, кстати, я знаю, что черепаху, если они растут в зависимости от того, каким объемом пищи вы их кормите. И если вы хотите, чтобы ваши черепашата были небольшими, то просто их нужно меньше кормить. И они должны жить в небольшом аквариуме. И как только у них появляется больше аквариум, естественно, они получают большее количество пищи, они сразу начинают увеличиваться. Вот так вот они и растут. Я вот просто... У подруги у меня есть черепахи. Я прихожу каждый раз и говорю, Карина, чем ты просто их кормишь? Мясом? Каждый день на завтрак. Слушай, ну ты обязательно будешь в следующий раз у своей подруги в гостях. Спроси, чем корми черепаху, чтобы она все-таки играть крестики-нолики научила. Мне кажется, это просто талантливейший был экземпляр, и не каждому он дан. Но это воспитывать нужно. Любое животное нужно воспитать. Интересные, кстати, экземпляры. И те ребята, которые делают нашу следующую рубрику, хэштег, давайте ее и посмотрим. Привет, мои любимки! И вы смотрите хэштег, а значит время пострелять. У европейской молодежи новый тренд. Шарфики для лодыжек. Ты не ты, если у тебя не подвернуты штаны. Цитата великих хипстеров. И Морозы не повод закрывать свои лодыжки штанишками. А вот обмотать их вязаной шерстью совсем другое дело. Такой поворот не противоречит постулату. Трудно сказать, насколько этот аксессуар будет востребован в России. Одно дело — зима в Соренто, и совсем другое — в Якутске. Но если ты умеешь держать в руках спицы, можно замутить весьма оригинальный бизнес по экспорту вязаных шарфиков. Хурма вяжет — и ты вяжи. Три лимона на бла-бла. Пенсионерка слила три миллиона, просто поговорив по телефону с гадалкой. Но когда копы начали выяснять, дело оказалось куда серьезней. Три ляма улетели в черную дыру телефонных переговоров. Сначала женщина объяснять ничего не хотела, просто много говорила. Но сотрудники побеседовали с пенсионеркой и выяснили правду. Татьяна Петровна увидела по ТВ рекламу целительницы-экстрасенсы и бросилась звонить. Слово за слово дама стала переводить магической женщине деньги, а заодно ее друзьям. Ввидунам, травникам и прочим ведьмакам. Суммы варьировались от 40 до 220 тысяч. И остановилась Татьяна Петровна только когда стала на три миллиона беднее. Но все же знают, что магия вне стен Хогвартса запрещена. Так что не ведитесь на это. Но мы повелись и пошли к гадалке. Потомственный маг в третьей степени. Черный маг, подчеркиваю, смет блаженной городской. Спрашивай. Хотела бы узнать, что меня ожидает в будущем. Ну значит смотри. Нужно провести мне ритуал. Будущее я предсказывать умею. Пульс у меня 140, все делаешь правильно. Так, поехали. Вижу. Вижу. В кармане у тебя что? В кармане у тебя правом пакет. Доставай. Действительно. Что в пакете было? Рассказывай. Рассказывай, рассказывай, не стесняйся. Если это важно, продолжай, пожалуйста. Там была, там была, там была, там булочка, булочка была. Что в булочке было? Изюм. Говорят, что маги очень хорошо знают язык животных и знают, о чем они разговаривают. Так ли это? Да, это правда. Смотря сколько животных до этого употребило алкоголь, я могу общаться с любыми животными, в принципе. От домашних питомцев до вот больших двуногих. Меня всегда интересовал такой вопрос, а зачем пёсики друг к другу не уходят под хвостом? Знакомятся они таким образом. Это биология восьмой класс. Дальше ещё есть вопросы? Скажите, пожалуйста, как магия работает в 2020-м? Прекрасно работает. Следующий вопрос. Предскажите мне, пожалуйста, что ожидает меня в ближайшие 15 минут? Интервью закончишь. Закончишь интервью, пойдёшь дальше. Булочку ещё одну найдёшь, пакет в карман засунешь. Всё. 15 минут. Дальше предсказывать, дальше не могу. Сильный, очень сильный экстрасенс. Я хотел бы научиться исчезать. Что для этого необходимо сделать? Я хочу... Пальцами щёлкать умеешь? Да. Вот так? Да. Пощёлкай, постой. Сейчас подойду. Сейчас исчезнешь. Не, ну фигня это полнейшая. В общем, я так понимаю, что вы секреты не выдаёте, но не могли бы вы прямо сейчас взять и исчезнуть? Вот вы смеётесь, может быть, да? Может быть, вы сейчас как бы буквально всё это воспринимаете, но я могу. Давайте. А давайте? Подкурники в массы. Джули Бейкер зарабатывает приличные деньги на изготовлении подгузников для кур. Вы не поверите, но за каждый куриный подгузник клиенты выкладывают в среднем 18 баксов, что выливается в симпатичную сумму в 50 тысяч долларов в год. Впервые идея пришла в голову Джули 10 лет назад. Когда она жила на ферме, её дочь часто приводила в дом любимую курицу. Естественно, маме приходилось постоянно убирать следы жизнедеятельности пернатой питомицы. Наконец, однажды она решила попробовать пошить для курицы нечто типа подгузника. Получилось! И вскоре все соседи-фермеры тоже захотели иметь такие же для своих кур. А если у тебя есть клёвые новости, отмечай хэштег Первый Крымский, и мы о них расскажем. На этом пока всё. Всем пока всё. Да, мы в свою очередь хотим вам рассказать, что Министерство культуры порекомендовало кинотеатрам с 23 марта приостановить сегодняшнего дня, приостановить функционирование для посетителей. Ну и соответствующий указ уже подписан Министром культуры Ольгой Любимовой. И, конечно, ранее аналогичные ограничения уже были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других учреждений культуры. Сейчас эта история коснулась, ситуация эта коснулась и кинотеатров. И, кстати, здесь нужно отметить, что некоторые киносети России начали закрывать свои залы ещё прежде, чем Минкульт дала соответствующую рекомендацию. И, таким образом, одна сеть закрыла 22 зала из 77 существующих, другая — 144 из практически 500. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас театр наша или филармония, она не работает. Но, тем не менее, как только появится возможность, мы все об этом узнаем первыми. Я думаю, иногда даже, знаешь, в какой-то мере хорошо, в принципе, у людей интерес сейчас как раз подогреется к театру, к прекрасному, к музыке, к филармонии. Ты знаешь, для меня, мне кажется, что, во-первых, сейчас открыт доступ на огромное количество ресурсов, сделан бесплатным, точнее, где можно скачать книги, посмотреть фильмы, где можно увидеть какие-то обучающие уроки, опять же таки, это курсы английского либо французского языка. То есть время в любом случае можно провести с пользой. И также с пользой проведём мы его вместе с вами сейчас. Выйдем на связь с нашими коллегами с Радио Крым. Доброе утро, коллеги. Мы вас сейчас перервём ненадолго, мы сейчас обратим внимание на вот эту камеру и у нас телемо с нашими коллегами с канала «Берёй Крымский». Да, обратите, пожалуйста, на нас внимание. Доброе утро. Доброе утро. Представите своих гостей, пожалуйста. Да, конечно. Это участники движения «Добро Крыма», «Добро мира» волонтёры Крыма Валерия Петрусевич, ну и руководитель студии росписи стен Дислав, Владислав Подопригора, который занимается очень интересным делом, расписывает трансформаторные станции, картинами Айвазовского. Наверняка видели много этих произведений уже в нашем городе. Ну и, конечно же, мы с нашими волонтёрами, помимо их прямой деятельности, того, чем они занимаются каждый день, поговорим о том, как они готовы к распространению коронавируса и какую помощь они готовы оказать нуждающимся. Ну вот сейчас мы, да, мы начали как раз разговаривать на эту тему. Но вы там наши стены ТРК ещё расписывать не собираетесь? Они так неплохо расписаны, чем мы будем тут добавлять. Ну ладно, как скажете. Но если вдруг вздумаете, мы всегда рады. Мы бы этот процесс засняли бы. В ближайшее время ждём в эфире ещё руководителя администрации города Евпатория, Романа Тихончука. Он расскажет, как обстановка, связанная с распространением инфекции, коснулась и города, профилактики этого заболевания. А также, я так думаю, мы коснёмся и того, что первый инфицированный возной случай в Крым как раз-таки касается человека, как жителей Евпатории. Вот поговорим на эту тему. И, уважаемые телезрители, если вы сейчас нас видите и слышите, обратите внимание, во втором часе мы поговорим о введении дифференцированных тарифов на воду в шести муниципалитетах Крыма с 1 апреля. Для чего это делается? Какую экономию воды это позволит достичь? Пожалуйста, включайте радио Крым и слушайте. У нас будут представители компании ГУП «Вода Крыма». Да, тему, спасибо большое, ребят. Тему коронавируса мы тоже подхватим и продолжим чуть позже в нашем эфире. Ну а пока, тем временем, мы продолжим новости, связанные как раз-таки с пандемией. Дело в том, что если мы все знаем, что школа сейчас ученики, они отправлены на дистанционное обучение, но вы знаете, что вы можете учиться, точнее ваши дети, даже не выходя из дома. Длинные каникулы просто не повод для безделия, можно учиться дома. Первый Крымский представляет уроки для учеников с 9 по 11 класс. Саша, ты знаешь, я вот думаю, новость интересная, давай мы ее немножечко отложим, чуть позже к ней вернемся обязательно, но сейчас, может быть, в Ялту? В Ялту? Ну давай в Ялту. И, может быть, после Ялты уже и расскажем, как вы можете учиться, не выходя из дома. Но пока мы уже готовы пообщаться с нашими коллегами из Ялты. И у нас в студии сегодня наш коллега. Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, что вы готовы поговорить об открытии культурно-этнографического центра на южном берегу Крыма. Доброе утро, Стефина и Александра! Приветствуем вас из Ялты. Сегодня у нас очень интересная тема. В Ялте планируется создание Дома дружбы народов и этнографического общества. И сейчас у нас в студии гость Борис Космыч, руководитель местной национально-культурной автономии Молдаван Ялты. Вот расскажите, почему вы выставили с такой инициативой и для чего в Ялте Дома дружбы народов? Доброе утро! Мы давно поднимали вопрос о необходимости создания такого центра, который бы помогал бы активизировать жизнь национально-культурных организаций и объединений, которых у нас порядка 26 организаций в Ялте, которые формализированы как юрлицо. И так как Крым особая территория и вопросами межнациональной отношений, дружбы и сохранения культуры и традиций народов Крыма приоритетное внимание уделяется правительствам и обществам. И стал вопрос о том, чтобы был такой центр, который бы помог нашим организациям самореализовывать свои проекты, помочь более устойчиво развиваться, привлекать ресурсы, привлекать финансы, а также привлекать молодежь в жизнь своих организаций. Для этого мы как раз и взяли за пример Дом дружбы Казань, Татарстан, Дом дружбы, Дом национальности в Москве и Дом дружбы в Симферополе. То есть есть такой успешный пример, который мы хотели бы здесь реализовать. Чем он должен заниматься? Какие мероприятия может быть проводить? Как все народы должны там взаимодействовать друг с другом? У нас достаточно интересная культура народов Крыма. И каждый народ самобытен. Для того, чтобы раскрыть его культуру, историю, показать ее другим, чтобы привлечь, скажем так, внимание и, опять же, показать другим свою культуру, рассказать о себе, чтобы как раз через понимание культуры, традиций и истории сохранить именно этот баланс мира. Как раз мы и говорим о том, что только через взаимное общение, через язык культуры, кухни, мастерства можно как раз удержать этот баланс мира. И мы считаем, что создав такой центр, мы можем создать и будет создана группа профессионалов, которая снимет административную нагрузку, которая поможет привлечь финансы, грантовые деньги, субсидии и позволит именно представителям национальной культурной организации заниматься своей непосредственной деятельностью, развивать, сохранять культуру, привлекать, опять же, я говорю, молодежь. А вот интересно, как происходит взаимодействие между этими народами? Вот через кухню, через какие-то мероприятия, общение, вот что это конкретно? Был успешный проект в Ялте, это город Мастеров, Ялта-берег дружбы, когда все народы выставляли свою кухню, свою культуру, свои танцы, ремесла, и каждый мог попробовать и узнать, посмотреть. Если мы знаем, допустим, татарские праздники, то мало кто знает о молдавских. Если, допустим, мы знаем, уже хорошо знаем и украинские, и российские, то мы мало знаем, допустим, о праздниках особенностей тех же самых башкир или караимов. Мы мало знаем. А это тоже интересно, и есть спрос, есть общественный спрос на изучение культуры, изучение истории. Ну и, конечно, вот можно, я же говорил, по примеру то же самое Московского Дома дружбы, где коллектив танцует все танцы народов Крыма. В Симферополе есть великолепный коллектив Арарат, который тоже танцует, они исполняют все танцы народов Крыма. То есть один коллектив, который просто разные танцы изучает. Один коллектив, который разные танцы, да. Есть, допустим, язык керамики, гончарного искусства, то есть где мастера разных национальностей делают гончарные изделия, которые, они приблизительно одинаковые, но называются по-другому. Элементы отличаются? Элементы, узор, вышивка та же самая. Ну и есть такая большая проблема, что... Борис, у нас время эфира заканчивается. Очень хочется верить, что такой дом действительно будет создан, потому что вот дружба народов, это всегда актуально. И у нас в Крыму, и во всей стране. Поэтому пусть все народы дружат. Всем желаем доброго утра. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Олеся. Желаем вам только хороших новостей, продуктивного рабочего дня, хорошего настроения. Ну и напоминаем, на связь была Ялта, корреспондент телерадиокомпании «Крым» Олеся Глушко. Так, да, мы продолжим тему обсуждения нового контента на телеканалах «Первый Крымский». Дело в том, что если будете включать «Первый Крымский» в 10 часов утра, вы сможете увидеть уроки для учащихся 9-11 классов. Дело в том, что это будут уроки и по химии, и по математике, и биологии, и даже русский язык. Для этого вам просто достаточно включить кнопку на пульте телевизора, а, между прочим, вести эти уроки будут самые лучшие, заслуженные педагоги Республики Крым. Ничего себе вот это новости. Поэтому, знаете что, прогулять вам на своем дистанционном обучении, так уж и получится. Учиться можно, если есть желание, вообще не отходя от кассы. Главное желание, конечно. Главное желание будут тогда и возможности. Ну, а мы движемся дальше и прямо сейчас поговорим. Вот загадка тебе небольшая. Красота, грация, нежность, верность – это с чем связано? С балеринами? С балеринами. Это интересно. И, кстати, ну вот ты говорила про ассоциативный ряд, и в этом есть какой-то смысл. Говорила сейчас о лебедях, знаешь. Мне кажется, здесь есть что. Лебединое озеро, да, да, да. Так, ручей. Куда я сейчас? Но именно о самих птицах мы сейчас говорили, потому что ходят легенды, мифы об их верности, уникальности этих птиц. И живут, ведь они в обилии у нас в Евпатории. Давайте, кстати, посмотрим, как они себя чувствуют, эти сами лебеди. На кадрах одна пара, и посмотрите, как они себя, ну, интересно, как минимум, ведут. Дело в том, что лебеди действительно, поэтому и есть такое, как считается, что есть понятие лебединой верности, потому что они, вот если встретили свою половину, они верны ей всю жизнь. А конкретно эти лебеди, они уже давно стали визитной карточкой курортного города. Единственное самое главное, что когда вы останавливаетесь, посмотреть на них, ну, не останавливаетесь у дороги, потому что вы создаете проблемы для движения транспорта. Там уже не раз вводили и скоростное ограничение, и забором. Да, делали специальное ограждение, чтобы люди не могли там остановиться, подойти к этим самым лебедям. Тем не менее, люди выход всегда находят, останавливаются на другой стороне, перебегают через дорогу, что, конечно же, очень опасно. Даже были, ну, нехорошие случаи, это я говорю в назидание, дабы понимать, что делать так не стоит. Да, потому что люди, когда останавливаются, они переходят дорогу, пешеходного перехода там нет. Естественно, машины, они не останавливаются. Это поток транспорта, при том, что, несмотря на то, что, наверное, сейчас, если не ошибаюсь, ограничение скорости 70, тем не менее, 70 – это тоже очень приличная скорость. Тормозной путь у такой скорости не меньше 7 метров. Вот. Это, по-моему, даже молодой, может быть, даже 40 дождей. Ну, здесь, в любом случае, огромный тормозной путь, и в это время, ну, какая бы ни была отличная тормозная система, водитель просто может в целом не успеть среагировать. Именно поэтому очень часто мы видим, что много ДТП происходит именно в районе как раз-таки снахождения лебедей. Но, а тем временем, мы можем рассказать вам не только о птицах, но и о инопланетянах. Недавно разразились огромные споры, трения. Якобы в небе под Пекином были обнаружены 4 инопланетных металлических, как говорят, тарелки, да, летающих. Вот. И люди утверждают, нет, это инопланетяне, это действительно очередное доказательство существования внеземной цивилизации. А ученые говорят, ну, это же, скорее всего, просто высоко в небе летели наши китайские фонарики. Очень высоко они должны были лететь тогда, но мы никаких версий со Стефаном не выдвигаем. Единственное, вы хоть закидайте меня камнями, но мне кажется, что каждый имеет право верить в то, что он хочет. Для кого-то это инопланетяне, для кого-то это китайские фонарики, а для третьего вообще глаз большого брата, понимаешь, как у Урала. Поэтому дело такое, мы просто вам рассказываем, чтобы вы знали. Слушай, ну, мне понравилось выражение, каждый имеет право верить в то, во что хочет. Вот я хочу верить в Эбру. Я знаю, что вы сейчас не понимаете, но давайте посмотрим следующий сюжет. Чтобы вы разбирались в Эбре. Краски, кисти, бумага. На первый взгляд ничего нового, но только на первый. Эбру – это особый вид искусства. В качестве холста – вода. Конечно, она должна быть непростая, подготовленная специальным образом. Она готовится из водорослей, называется это в Турции каррагинан. Делается она за 8 часов, настаивается специально для того, чтобы краски наши на поверхности расплывались красиво в узорах и не смешивались. Для создания неповторимых работ понадобится шило и гребень. Краски и кисти тоже используются особенные. Я в основном рисую традиционными красками. Они делаются специально, размешиваются водой и желчью бычьей. А для прикладного Эбру я использую краски на акриловой основе. Классическая Эбру – это изображение цветов и орнаментов, но профессионалам по плечу все, что угодно. Процесс создания настолько интересен, что увлекает даже взрослого. И так мой урок начинается. Кисточку мы держим в левой руке, горизонтально нашему лоточку, нашей водной, холсту водному, и вот так вот делаем ручкой. Кисти используют из конского волоса и обязательно на новый цвет, новый инструмент, так как краски нельзя смешивать. Берем с вами сейчас немножечко темно-синей красочки. Много на кисточке краски быть не должно. Примерно вот так вот. Такая плоская кисть нужна только для разбрызгивания и создания абстрактного фона. Капли, касаясь воды, растекаются по поверхности, создавая уникальный и неповторимый узор. Дальше берем шило. С помощью этого инструмента и осуществляется главная часть необычного процесса. Опускаем шило и проводим, разрезаем нашу водичку вверх-вниз. Важно после прорисовывания каждого элемента вытирать кончик, чтобы краска не наслаивалась и линии получались симметричными. Берем с вами теперь гребень и проводим с вами, вот так расчесываем водичку. Такое изображение в Эбру называется теракли, и это полноценная картина. Вся суть в том, чтобы сделать на поверхности воды круг, а затем при помощи шила деформировать его, создавая удивительные узоры. Мы используем бумагу для того, чтобы перенести наш рисунок на холст. Его нужно класть аккуратно и равномерно. После мы используем шило для того, чтобы плотно бумага прилегла к воде. Поддеваем шилом, загадываем желание, если вы рисуете в первый раз. Самое интересное, что одинаковых картин не существует. Вот такая техника Эбру. Пытаясь сделать разные рисунки точными и ровными не нужно, ведь Эбру больше подходит для абстракций и волнообразных орнаментов. Картины, выполненные в технике Эбру, можно переносить не только на бумагу, но и на любую шершавую поверхность. Например, холст, дерево, камень или ткань. Блокнот, картина или шарф, украшенный таким способом, станут эксклюзивным подарком. Мы уже взяли на заметку и вам советуем. Антонина Шитова, Алексей Староженко. Утро нового дня. Но мы уже в студии не одни, поэтому хочу представить нашего гостя. У нас в гостях Виктор Реутов, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Виктор, давайте начнем. Влияние пандемии коронавируса на экономику Крыма. Есть оно или все-таки нет? Ну, давайте так, разделяем. Экономика Крыма, все-таки ситуация такая у нас довольно стабильная. В отличие от мировой экономики, где наблюдается уже не только рецессия, но уже многие экономисты прогнозируют просто очередной глобальный кризис в связи с изменениями в производстве, с изменениями цен на нефть и так далее. То есть здесь вот, если в Крыму посмотреть, то ситуация, ну вот допустим там цены на основные продукты питания, темпы роста экономики, производства экономики Крыма. То есть мы сейчас не наблюдаем каких-то определенных серьезных негативных изменений. Заметных скачков. Скачков, да, да, да. То есть если мы посмотрим на объемы производства, то за последний месяц они практически не изменились. То есть они остались такие же, как и были в начале года. Если посмотрим на цены на основные продукты питания, да, в определенные дни в определенных торговых центрах можно было наблюдать увеличенный спрос на отдельные продукты питания, длительного хранения. Но официальная статистика в Крыму, Крымстат, данные у меня здесь есть, они не фиксируют серьезного изменения цен на те или иные продукты питания. Ну и позвольте тогда я хочу уточнить, на какие продукты питания, либо товары, все-таки цены увеличились, а на какие, казалось бы, вот говорят, что да, но нет, что самые такие главные цены вашей статистики? Ну вот последние данные Крымстат опубликовал 16 марта на основные продукты питания. Я так думаю, что сегодня еженедельно публикуются и сегодня будут какие-то возможные корректировки, но последние данные, которые есть сейчас на 16 марта, допустим, вот крупа гречневая, 64 рубля 77 копеек, средняя цена по Крыму. Она варьируется в зависимости от региона, от 61 рубля в Евпатории, ну и до... А вот как считают, я просто недавно видела немножко более высокую цену на нее. Еще раз подчеркну, это официальный мониторинг Крымстата. Все, поняла. То есть это не в конкретном магазине, это не в конкретном там торговом центре, это данные, которые публикуют Росстат. Нам нет оснований им не доверять. А могут как-то участники сами в обход фаса, да, увеличивать цены, накидывать в такие еще 20-30 рублей сверху? Вы знаете, с 91 года, когда у нас в стране началась рыночная экономика, у нас стало отсутствовать такое понятие, как спекуляция в законодательстве. То есть есть четкие рамки, принципы работы рыночной экономики и если раньше они назывались спекулянтами, то сейчас они называются предпринимателями, но в этом отношении, да, отдельные, допустим, там предприниматели, особенно в районах небольшие магазины, если у них там осталось, ну, к примеру, там небольшой запас, а спрос есть, это естественная реакция поднять цены, чтобы этот спрос удовлетворить. Но у нас же нет дефицита, той же туалетной бумаги. Я смотрю столько фотографий в социальных сетях, вот правда, открываешь ленту и прям видишь, как люди покупают, полностью багажники забивают себе. Дефицита нет, вот в этом Крым, наверное, отличается от других регионов. То, что все-таки население, во-первых, более сознательное, во-вторых, нет ажиотажного спроса на массового ажиотажного спроса. Есть, как отмечают некоторые эксперты, тот же Крымстат пишет, что спрос, как вот перед праздниками, 23 февраля, 8 марта, Новый год, то есть есть определенное повышение спроса на отдельной категории товаров, но массового панического изменения спроса нет. Давайте с вами попробуем спрогнозировать ситуацию, вот при том, как она сейчас развивается, стоит ли ожидать, что в будущем все-таки цены на продукты питания, да и не только, будут расти? Скорее всего, здесь, опять же, возникает вопрос, как долго продлится ситуация с падением рубля в связи с изменениями цен на нефть. Я не думаю, что это продлится долго. У экономики России огромный запас, даже если цены на нефть будут на уровне, допустим, 30 долларов. В течение нескольких лет, да, то все равно фонд национального благосостояния, резервы государства позволяют держать ситуацию под контролем и даже в течение 5-6 лет, но я так думаю, что это все равно не понадобится. Следующий момент, то есть то, что в Крыму, как будут цены меняться, не меняться, все равно импортное сырье, импортные материалы, импортные комплектующие есть. Они еще растут. Да, то есть цены все равно могут расти, но не сразу. То есть вот этот лаг в 1-2 месяца, если ситуация через 2 месяца выровняется, то мы практически не заметим этого роста цен, 2,6% инфляция по прошлому году, но в этом году она будет на уровне 4-5%, тогда это то, что правительство закладывало в... Рассчитывали. Рассчитывали. Да, 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 да. Я так думаю, что этой ситуации будет достаточно. Хотя прогнозировать цены на нефть, это самое неблагодарное у экономистов, прогнозировать курс валюты, это самое неблагодарное у экономистов, потому что это не поддается никакой логике, не поддается никаким адекватным прогнозам. Ну и лично вы, вы пытались что-то уже купить впрок, или вы все-таки с трезвым умом и здравием, да? Любая покупка впрок, это лишняя трата денег сегодня. То есть я думаю, что, ну, я лично? Интересно. Нет. Лишняя, то есть нужно покупать то, сколько нужно тебе сейчас. Другое дело, что если смотришь, как все это делают в округе, интуитивно схожешь, а значит люди знают лучше, чем ты, значит ты просто чего-то не знаешь. Нет. Потому что зависит от каждого. Покупайте то, что вам нужно сейчас. Призываем крымчан успокоиться, да, и не ломиться в магазин, и не тратить свои выходные на то, чтобы тащить эти огромные тележки с крупой, которая быстро потом испортится в конце концов, да? Естественно. Необходимости в этом никакой нет. Виктор, вам хотим выразить огромную благодарность за то, что это утро вместе с нами встречаете. Но нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас Виктор Реутов, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления КФУ имени Вернацкого. Но наш эфир продолжается, и прямо сейчас давайте посмотрим новости интернета. Пока хозяева на работе, а их дети в школе, кот времени даром не теряет. Чтобы активно и задорно проводить будние дни, познавать этот удивительный мир ему понадобилась всего лишь удочка. Пользователи интернета интересуются, что будет с хвостатым, когда он поймет с помощью такой игрушки и рыбу ловить можно. Мотоциклетная эволюция. Индийские энтузиасты путем изнурительных вычислений и опытов сумели расширить вместительность двухколесного аппарата. После того, как один из ученых применил на стального скакуна необычный чехол, сомнений не осталось. Это чудо техники должно работать в упряжке. Для того, чтобы совершить запоминающийся трюк, нужны не только годы тренировок, но и фантазия. Это место пользуется огромной популярностью у клиффдайверов со всего мира, но такого никто прежде не делал. Чего ожидать дальше от этого парня, сказать трудно. Тысячи людей с нетерпением ждут новых свершений от лихача. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Только тот, кто действительно знает, чего хочет, идет к своей цели, несмотря ни на что. Добьется успеха. И собака, и отец героини этого видео не верят в ее талант. Однажды их мнение изменится, но сейчас уберечь от скандалов помогут только беруши. Мал да удал. Долгими ночами напролет ребенок вынашивал план побега из детского манежа. Каждое движение отточено, доведено до автоматизма. А значит, пора приступать к делу. За таким сорванцом глаз да глаз нужен. Лишь на секунду отвернешься и ищи в поле ветра. В попытках найти то, что на самом видном месте. Наверняка многие попадали в такую ситуацию. В комментариях пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одних позабавили эти кадры, другие признали в мужчине себя. Неважно, как быстро ты движешься. Главное, что не стоишь на месте. Этот парень только в начале своего спортивного пути. Пусть движения лишены точности и грации. У него есть желание стать бойцом смешанных единоборств. А значит, все получится. Ну а мы со Стефаном уже хотим вам рассказать, что сделать как так. Как полюбить каждое свое утро, даже если это понедельник. Даже если вот прям не хочется вставать вообще никуда, никогда. Абсолютно каждое утро можно полюбить. Есть один лайфхак для этого. И важно полюбить сигнал своего будильника. Он не просто так об этом сейчас говорит. Дело в том, что у Стефана вообще специфический будильник. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Я просто знаю музыкальный вкус этого парня. Но мы сейчас вам покажем нескольких двух клевых парней. Ну, по крайней мере, расскажем о них. Которые выполняют роль этого самого будильника. Смотрите, что они делают. Ну вот вам плохо видно, но на самом деле, ребята, это музыканты, которые играют пианист и саксофонист. Да, самое интересное, что чаще всего, судя по комментариям, они дают импровизированные концерты прямо на своих балконах. Вот так вот эти два молодых парня будут всех в округе. Играют один на клавишах вот так вот, а другой звучно на саксофоне. И в принципе, для чего они это делают? Для того, чтобы не только их утро было культурным, легким, приятным, но и ваше. Конечно, я не слышала, чтобы на наших балконах пока играли вот так вот молодые люди. Чаще это... Эй, Вась, давай поднимайся, домой пора. Но, тем не менее, вы знаете, все может быть, и, может быть, вы будете тем самым пианистом. Интересный способ эти ребята нашли. Нашли практический путь применения своим творческим талантом, навыком. Ну круто же. С утра люди все спят. А они уже без сговора, кстати. В комментариях говорят, что без предварительного сговора просто выходит пианист, начинает наигрывать мелодию, сексофонист уже слышит, сразу же выходит, подыгрывает. А ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Что у этих парней точно нет детей. Да, да. Я в этом не думал, но, конечно. Да, но именно поэтому они могут себе позволить такое. Надеюсь, что люди, которые живут рядом... Тоже детей не имеют. Ну или имеют, ну или дети культурные приобщают, что ли. Да, детям тоже рано вставать. Да, да, да. Ну а тем временем вы знаете, что мы хотим сказать спасибо большое Гринвуду. Это точнее форманта, который входит в холдинг Гринвуд Групп за то, что они помогли нам построить эту студию, предоставили нам мебель, которую вы сейчас видите. И благодаря им мы можем работать в комфортных условиях и просыпаться каждое утро вместе с вами. Наш мобильный корреспондент Антони Нашитова, несмотря даже на то, что сейчас не в этой самой студии. Тем не менее, условия и у нее сейчас не самые плохие. И интересно же, что она подготовила к сегодняшнему эфиру. Тоня, доброе утро. Доброе утро, Тонечка. Доброе утро, дорогие коллеги и, конечно же, наши зрители верные. Что хочется по традиции отметить в первую очередь. Понедельник день тяжелый, но не стоит расстраиваться, потому что впереди рабочая неделя. Надеюсь, что она будет позитивной, ведь весна. Хотя по погоде такого и не скажешь. На улице сейчас плюс 4, но по ощущениям, хотелось бы сказать, наверное, около нуля. И хочется заметить, что выходя на улицу, лучше собирать волосы в кучок, хвост, косички или какую-то собранную прическу. По причине того, что ветер на улице, в особенности на открытых участках. Кроме того, хотелось бы сказать, что сегодня вполне возможно, что будет срываться небольшой дождь. Поэтому на всякий случай лучше взять с собой зон. Ну а теперь перейдем к новостям. Я сейчас нахожусь возле парка Тренево. И все наверняка знают арт-объект, который называется Время Крыма. Вот я его сейчас продемонстрирую. Вы наверняка его таким уже давно не видели. Таким красивым и таким чистым. Что же произошло в ближайшие дни, точнее в минувшие выходные. Этот арт-объект привели в порядок. Открыли его еще 4 ноября, если вы знаете. И он очень быстро пришел, так скажем, в негодность частично, потому что он поржавел. Это была коррозия, но благодаря плотному воздуху и песку его очистили. Вот таким образом его очистили. И теперь он выглядит потрясающе. После того, как его очистили специальными средствами и специальным способом, его покрыли красным. Конечно же, некоторые объекты подкрасили еще. С обратной стороны арт-объект, вот сейчас я вам покажу, его загрунтовали для того, чтобы больше не было таких неприятных казусов. Ну и, кстати, оказалась я здесь, возле арт-объекта Время Крыма не просто так, потому что составили топ-10 городов России, куда хотят отправиться туристы в май на майские праздники, но при этом не брали никакие города возле моря на Черноморском побережье. И хочется отметить, что Бахчисарай попал в этот топ-10 городов. Поэтому путешествуйте по Крыму, путешествуйте по России. Ну а всем доброе утро. Пусть оно у вас пройдет со знаком плюс. Спасибо огромное, Тоня. Будем с нетерпением ждать следующего твоего включения. Ну и мы слышим ветер, и я уже даже, зная Тоню, услышала, что у меня же голос от холода задрожал. Поэтому, правда, одевайтесь теплее. Не забывайте о шапках, шарфах, теплых куртках, потому что, конечно, фарс мороза не боится, но только не сегодня. Также не забывайте, что сегодня понедельник, и для многих крымчан, россиян, в принципе, людей во всем мире этот день потребует от них всяких различных навыков, ну и в том числе креативности и находчивости. Ну а мы сейчас не зря об этом говорим, мы покажем вам еще нескольких молодых людей, которые проявляют активность вообще при любых обстоятельствах. Для чего им это понадобилось? Но я думаю, вы уже поняли, что они пытаются... Втулятельная бумага, и они ее, я так поняла, воруют. Воруют даже не краснее. Ну, таким образом... Это дрель, да? Дрель, да, по-моему? Да, да. Небольшая дрель, и... Ну, я думаю, что на самом деле не было такой нужды втулятельной бумаге, конечно, если они не подали всеобщей паники по поводу пандемии, которая царит в некоторых странах мира. Но я думаю, что это было, наверное, для того, чтобы совершить невозможное и удивить окружающих. Ну, конечно, ну и про лайки же нельзя в социальных сетях забывать. Как же без них? А, точно! А сейчас-то, сидя дома, как раз бы выкладывать ролики на Ютубе, которые могут привлечь внимание и помочь подработать. Но, кстати, привлечь внимание могут всегда образованные люди. И есть такие люди, у которых даже нет возможности, ни малейшей, в принципе, никакой, но они своего добиваются. И говорю сейчас о молодом человеке, который живет в горах Тибета, образовательных учреждений там никаких нет. Нет, можно найти интернет, но, внимание, для того, чтобы выйти в сеть, нужно залезть на самую высокую гору, и только там сигнал появится. И холодно в этой горе, подниматься на нее на мотоцикле нужно. А парень все это делает ежедневно. Но он ведь делает не просто так, это не для того, чтобы переписываться с кем-то, он так учится. Он находится на дистанционном обучении и получает образование. И именно ради него идут такие жертвы, потому что даже сам признается, что это далеко не так просто, как взять просто открыть на своем гаджете любом какое-нибудь приложение, взойти, почитать информацию необходимую, подготовиться. Для этого действительно нужно совершить каждый день своего рода подвиг. Нужно подняться на ту гору, нужно, во-первых, заправить чем-то мотоцикл, нужно вынести этот весь холод. И вообще нужно в первую очередь, это какая самодисциплина, чтобы заставить себя идти на такие жертвы ради учебы. Ну это примерно такого же уровня дисциплина, как у нас с тобой, знаешь, потому что вставать в 5 утра бывает. Очень даже непросто, но мы всегда ради вас, дорогие наши телезрители, справляемся с этим. Кстати, молодой человек этот проводит свои импровизированные образовательные занятия на этой самой горе, где еще и стада овец спасутся. Представляешь, какая красота и романтика? Ну я, вот кстати, вот может быть, ради того, чтобы насладиться этими пейзажами и видами, и в принципе успокоиться. Ведь это в любом случае такая расслабляющая картина, особенно для мудрецов вот этих вот китайских, тибетских. На самом деле я всегда хотела побывать на Тибете. Я уверена, что возможно когда-то в жизни своей все-таки я эту мечту исполню. И потом как буду репостить красивые фоточки в соцсети. Это хорошие мысли, хорошие начинания. И я уверен, что обязательно это рано или поздно в твоей жизни случится. Ну шутка, шутка. Все ни в коем случае не ради каких-то фотографий. Все на самом деле только для того, чтобы понять, чем дышат и думают, как думают эти люди. Потому что мне очень нравится их мировосприятие. Оно на самом деле таким чистым каким-то кажется и правильным, что ему хочется учиться. Это хочется понять. Это хочется принять. Вот. Но тем временем гораздо все приземистее и реалистичнее здесь, на Крымском полуострове. Все потому, что было тепло буквально две недели назад. Все мы радовались. Весна, все, пушка, класс. Но раз и заморозки. То есть это сегодня, это на прошлой неделе. А это очень всегда тяжело сказывается на растениях. На растениях, на деревьях. И все мы ждем уже, когда тепло это возобновится. И как обещают синоптики, случится это уже ближе к концу марта, в начале апреля. Ну и, кстати, о деревьях, которые страдают от этих заморозков, от этих холодов. За ними здесь нужен правильный уход. А об этом самом уходе знают наши корреспонденты. Уже она даже немножко переросла. Но если бы мы ее раньше срезали, она бы уже вот эти роски были бы вот такие. Она бы очень сильно страдала от мороза. В питомнике у Владимира Волкова все по расписанию. Ориентируется садовод по погоде, чтобы не навредить деревьям и кустарникам. К сожалению, спасти будущий урожай от внезапных заморозков получается не всегда. Самый неустойчивый к холодам персик. Посередине почки вдоль разрезаем. И мы видим всю картину, в каком состоянии находится. Вот здесь потемнели тычинки. И зависть, рыльца, пестик тоже темная. Значит, уже здесь плода не будет. Выглядят почки абсолютно здоровыми, но внешний вид обманчив. В первую очередь от низкой температуры погибает пестик. Единственное верное решение – обрезка. Иначе получить здоровый урожай в следующем году не выйдет. Первое при обрезке правила мы сохраняем формировку. Персик режется по чашовидной формировке. То есть, немножко по-другому, чем другие деревья. То есть, мы центр полностью должны от приростов освободить. Весна 2020-го принесла крымским аграриям немало хлопот. Из-за резкого похолодания погибла большая часть черешни, сливовых и персиковых деревьев. Растения не выдерживают заморозки, а в некоторых районах полуострова температура воздуха понижалась до минус 10. Каждый садовод должен иметь в своем саду культуру гаранты, которые должны выручать в любых условиях. На северном склоне Крымский город такой культурой является кизил. Аграрий выращивает кизил уже полвека. За все время культура ни разу его не подводила. Каждый год дает стабильный урожай. Этим деревьям 30 лет. Сорт садовод вывел самостоятельно. Запатентовал и даже дал имя в честь внука Артемий. Если присмотреться, то видно, что от остальных кизиловых деревьев на плантации эти отличаются и строением кроны, и оттенком цветков. На пяти гектарах расположилась виноградная плантация с яблоневым садом, деревья зизифуса и ягодные кустарники. Плодов дают столько, что с головой хватает до следующего года. Из закаток я делаю все. Я делаю маринады, я делаю варенье, я делаю компоты. Я делаю и то, что называется перетертое с сахаром. Вы знаете, бывает и малина с сахаром, и там смородина с сахаром. Своими личными отстежениями я считаю вот маринованный абрикос. Никогда не видела и не слышала, чтобы кто-то другой это делал. Для семьи Волковых питомник больше, чем работа. Дело жизни. Они не просто выращивают культуры, экспериментируют, выводят новые сорта, а затем отправляют саженцы во все уголки нашей Родины. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня. На часах чуть-чуть за девять это говорит о том, что утро нового дня продолжается. Ну и его с вами встречает Стефан Филатов, Александр Карнович. Это программа «Утро нового дня». И вы знаете, мы каждый раз стараемся подготовить для вас самые актуальные, интересные и, по крайней мере, яркие новости. Но о том, какие они будут сегодня, вы можете узнать из нашего анонса. Полезные советы. Какие продукты питания помогут побороть авитаминоз? Уникальные рисунки на воде. Техника Эбру поможет дать волю фантазии. Из-за резкого похолодания весна 2020-го принесла крымским аграриям немало проблем. Как справляются садоводы, узнали наши корреспонденты. Молодые таланты. Как пройти путь от простого студента до режиссера кино. Включение из Евпатории, Ялты, Керчи и Симферополя. Самые актуальные новости полуострова. Все это и многое другое. В эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну и, наверное, многим будет знакома мечта о том, когда ты в детстве маленький, и ты так хочешь собаку, а ее по разным причинам... Не разрешают завести. Это как малыша Карлсона. Как малыш мечтал о собаке. Мне кажется, я всегда в этом малыше видела себя, если честно. Но, тем не менее, вы знаете, хорошо, когда пусть у тебя нет собаки, и родители твои не могут ее завести, но у тебя всегда может быть какой-нибудь тетушке. Может быть, и я знаю даже о чем ты. Ты говоришь о Джошуа Форстере из Соединенных Штатов Америки, который в свои 6 лет никак не может уговорить родителей на приобретение собаки, заветного животного, потому как родители заняты. На него уход они доверить не могут. Но вот у него есть тетя, у нее две собаки, и малыш очень много времени с ними проводит, играет, постоянно выгуливает их. Мы напоминаем, что Джошуа всего 6 лет, но он уже придумал свой лайфхак для этих животных. Дело в том, что мы сейчас покажем вам кадры, на которых вы сможете увидеть, как он играется с песелями своими. И дело в том, что он даже придумал специальную игрушку, то есть это коробки. Коробки, в которые он складывает игрушки. Вот сейчас кадры буквально появятся. Кадры мы, быть может, позже покажем. А не знаю, насколько это будет уместно, но рассказать нужно прямо сейчас об этом, потому что в этих парках находятся коробки. Он сам их устанавливает. В них кладет всякие плюшевые игрушки, и не только плюшевые, которые собаки могут даже погрызть, там тоже есть. И сейчас в социальных сетях, в интернете этого парня, этого молодого прорывного парня начинают поддерживать. Начинают ему присылать коробки. А это, кстати, коробки-то необычные. Это коробки водонепроницаемые. То есть там тоже они стоят дороже, чем обычные порядком. И присылают ему игрушки и деньги, чтобы он только развивал эту идею. Из крутого, что он научил собак брать игрушки из коробок, но обратно, но только с тем условием, что они потом по завершению игры несут игрушку вновь в коробку. То есть они возвращают. То же самое, что ребенку, говоришь, поиграл, убери за собой. И при этом большинство детей, как все-таки, этого не делает. А вот животные уже научились. А животные уже научились. Кстати, я обратил внимание, что интересная тенденция. Ведь Джошуа, каким бы хорошим ни был его поступок, он ведь это придумал. Пару месяцев назад была новость о том, что один мужчина, там, по-моему, житель Канады, уже такое проделывал. И назвал он в одном из парков свое детище, как библиотека палок. Там тоже были стенды. Он брал палки разных размеров, выточенные. Специально клал туда, чтобы хозяева не приходили и не искали веточку какую-то, которую можно кинуть. Ну и ни в коем случае, чтобы они не отрывали, не ломали их в деревьях. Да, ну так и экологией позаботился, и о том, чтобы деревья были в сохранности, и при этом животным было с чем играться. Но вы знаете, что? Играются не только звери в парках. И не только дети. Да, но и наши журналисты. И вот что в итоге происходит после того, как они, так скажем так, поразвлекутся с микрофоном, мы можем показать вам в нашей рубрике хэштег. Привет, мои любимки! И вы смотрите хэштег, а значит время пострелять. Время пострелять! Станами пальба! Бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал-бал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У европейской молодежи новый тренд. Шарфики для лодыжек. Ты не ты, если у тебя не подвернуты штаны. Цитата великих хипстеров. И морозы не повод закрывать свои лодыжки штанишками. А вот обмотать их вязаной шерстью совсем другое дело. Такой поворот не противоречит постулату. Трудно сказать, насколько этот аксессуар будет востребован в России. Одно дело зима в Соренто и совсем другое в Якутске. Но если ты умеешь держать в руках спицы, можно замутить весьма оригинальный бизнес по экспорту вязаных шарфиков. Хурма вяжет, и ты вяжи. Три лимона на бла-бла. Пенсионерка слила три миллиона, просто поговорив по телефону с гадалкой. Но когда копы начали выяснять, дело оказалось куда серьезней. Три ляма улетели в черную дыру телефонных переговоров. Сначала женщина объяснять ничего не хотела, просто много говорила. Но сотрудники побеседовали с пенсионеркой и выяснили правду. Татьяна Петровна увидела по ТВ рекламу целительницы экстрасенса и бросилась звонить. Слово за слово дама стала переводить магической женщине деньги, а заодно и ее друзьям. Ввиду нам травникам и прочим ведьмакам. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Суммы варьировались от 40 до 220 тысяч. И остановилась Татьяна Петровна только когда стала на 3 миллиона беднее. Но все же знают, что магия вне стен Хогвартса запрещена. Так что не ведитесь на это. Но мы повелись и пошли к гадалке. Потомственный маг в третьей степени. Черный маг, подчеркиваю, смет блаженной городской. Спрашиваю. Хотела бы узнать, что меня ожидает в будущем. Ну, значит, смотри. Нужно провести мне ритуал. Будущее я предсказывать умею. Пульс у меня 140, все делаешь правильно. Так, поехали. Вижу. 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 В кармане у тебя что? В кармане у тебя правом пакет. Доставай. Действительно. Что в пакете было? Пакет. Рассказывай. Рассказывай, рассказывай, не стесняйся. Это важно. Продолжай, пожалуйста. Там была, там была, там была, там была булочка, булочка была. Что в булочке было? Изюм. Говорят, что маги очень хорошо знают язык животных и знают, о чем они разговаривают. Так ли это? Да, это правда. Смотря сколько животных до этого употребило алкоголь, я могу общаться с любыми животными. В принципе. От домашних питомцев до вот больших двуногих. Меня всегда интересовал такой вопрос. А зачем пёсики друг другу не уходят под хвостом? Знакомятся они таким образом. Это биология восьмой класса. Дальше еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, как магия работает в 2020-м? Прекрасно работает. Следующий вопрос. Предскажите мне, пожалуйста, что ожидает меня в ближайшие 15 минут? Интервью закончишь. Закончишь интервью, пойдешь дальше. Булочку еще одну найдешь, пакет в карман засунешь. Все. 15 минут. Дальше предсказывать? Дальше не могу. Сильный, очень сильный экстрасенс. Я хотел бы научиться исчезать. Что для этого необходимо сделать? Я хочу... Пальцами щелкать умеешь? Да. Вот так. Да. Пощелкай просто. Сейчас перейду. Сейчас исчезнешь. Не, ну фигня это полнейшая. В общем, я так понимаю, что вы секреты не выдаете, но не могли бы вы прямо сейчас взять и исчезнуть? Вот вы смеетесь, может быть, да? Может быть, вы сейчас как бы буквально все это воспринимаете, но я могу. Давайте. А давайте. Подкурники в массы. Джули Бейкер зарабатывает приличные деньги на изготовлении подгузников для кур. Вы не поверите, но за каждый куриный подгузник клиенты выкладывают в среднем 18 баксов, что выливается в симпатичную сумму 50 тысяч долларов в год. Впервые идея пришла в голову Джули 10 лет назад. Когда она жила на ферме, ее дочь часто приводила в дом любимую курицу. Естественно, маме приходилось постоянно убирать следы жизнедеятельности пернатой питомицы. Наконец, однажды она решила попробовать пошить для курицы нечто типа подгузника. Получилось! И вскоре все соседи-фермеры тоже захотели иметь такие же для своих кур. А если у тебя есть клевые новости, отмечай хэштег Первый Крымский, и мы о них расскажем. На этом пока все. Всем пока все! Саш, слушай, о собаках мы сегодня поговорили. А как же котики? О, я знаю, несколько котиков живут в редакции утреного дня. О, ну я не совсем про тех, я поговорю, расскажу нашим дорогим телезрителям о самых обычных, хотя вот как посудить самые обычные. Один японский блогер начал на видео, внимание на камеру, чтобы все видели, показывать свои уникальные методы в воспитании, точнее в дрессуре котов. Так считается же, что котиков дрессировать крайне сложно, что они животные очень свободолюбивые. Это правда, но он нашел способ, как это сделать. Потом выстраивает костяшки домино интересными такими вихрами, такими узорами. Котов располагает таким образом, чтобы по нажатию кнопки, когда они лапкой нажимают на кнопку, пошла реакция, пошло движение, и эти сами костяшки падали. И только когда упадет финальное, тогда они получат вознаграждение. Ну, у каждого, конечно, свои методы воздействия, но будем надеяться, что все это происходит без травм и без насилия, потому что, ну, в любом случае, воспитывать тоже нужно правильно. Ну и, по крайней мере, заботиться о тех, кто с тобой рядом. Например, вовремя им сказать. Какая погода сегодня ожидает. Ты об этом наверняка хотела поговорить. Итак, дорогие крымчане, давайте узнаем, что же вас сегодня на улице ожидает. Начнем с Симферополя, и здесь будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, температура воздуха ночью плюс 3, но днем поднимется до 11 тепла. В Севастополе будет пасмурно, с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный 1 метр в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, но днем на столбиках термометров до 10 градусов тепла стоит ожидать. Переходим к южному берегу Крыма, переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3 метра в секунду, а А температура воздуха ночью плюс 5, с повышениями, конечно, днем повысится до 9 градусов тепла. Прогноз по Феодосии продолжит наш эфир, и там сегодня будет пасмурно, но при том, обратите внимание, осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, днем поднимется в два раза. В Керчи 23 марта будет переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 6, днем до 10 градусов тепла. Переходим к Армянску, и там сегодня будет тоже облачно и даже дождливо. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 3, днем поднимется до 6 градусов тепла. Итак, такие у нас сегодня цифры, такая погода ожидает полуостров. Я надеюсь, вы теперь будете готовы, не замерзнете, не простынете. Ну и куда гораздо прохладнее, так это в Москве, там, кстати, тоже Москва меняется. Там на Манежной площади заменили памятник Маршалу Жукову. Ну, новая скульптура отличается тем, что полководица дает честь, а у коня приподнята левая нога. В общем, оригинал памятника отдали на реставрацию, поэтому новая скульптура, она временная. В итоге, когда оригинал приведут в порядок, в тот вид, в котором она должна будет появиться на Манежной площади вновь. Ну и стоит напомнить, что памятник Жукову появился возле Кремля в 1995 году специально к 50-летию Великой Победы. Да, но меняется не только Москва и памятники в Москве, но и в Симферополе. В том числе вот кованый арт-объект «Время Крыма» вы, наверное, все могли видеть, который у нас находится возле Совета Министров, точнее вот парк Тренева, он располагается там. И его почистили и отмыли от ржавчины, обработали специальным раствором, составом точнее. Вообще, подрядчик с помощью сжатого воздуха и песка очистил арт-объект от коррозии. Поэтому, если вы решите сегодня прогуляться, либо будете по делам проходить мимо, обратите внимание, как теперь... Как он блестит, как сияет. Как сверкает этот арт-объект, эта инсталляция, потому что там очень много таких вот крохотных деталей, работать с которыми, наверное, было однозначно непросто. Кстати, слышал и такую информацию, что теперь именно этот арт-объект взяла под свой контроль администрация города. То есть, кому он раньше принадлежал, я не знаю, но теперь он находится в ведомстве администрации, а потому уход за ним будет регулярный. И прошу обратить ваше внимание на то, что заржавел-то он после установки уже, в принципе, вскоре, установили в ноябре. Быстро очень, да. Очень быстро. И был там непростой период, когда все-таки погодные условия не давали провести вот эту самую реконструкцию, которая вот была на днях и совершена. Но теперь все там сияет, как мы уже сказали с Сашей, и можете приходить и наблюдать, любоваться этой достопримечательностью. А еще вы можете любоваться фруктами, овощами и всем остальным, что находится на прилавках наших крысских магазинов. Потому что информация от дефицита продуктов — это фейковая информация. Просим вас внимательно все-таки убирать те источники, из которых вы черпаете литературу и вообще инфоповоды, где смотрите. Дело в том, что можно сейчас увидеть в огромном количестве в социальных сетях вот эти вот фотографии, как пустых полок якобы. Нам в свою очередь уже выкладывают из камер видеонаблюдения в магазинах видеоматериалы, на которых видно, что это искусственно. Расставляют товар, делают пустые зоны, какие-то блогеры, которые рассказывают потом, что вы посмотрите, что происходит. Все нормально, ничего не происходит. Все хорошо. Мы сегодня говорили с экспертом, с экономистом, который тоже прогнозировал, что дефицита продуктов в принципе не только в Крыму, но и в России нет и не предвидится. Это у нас очень хороший стратегический запас у нашей страны. Поэтому, если вы отправляетесь за покупками, покупайте только то, что вам необходимо. И главное, не поддавайтесь провокациям, не поддавайтесь панике и непроверенным слухам, непроверенной информации. Зато смотрите наши сюжеты. Например, следующий Катя Серегиной. Весна греет солнце, поют птицы, распускаются цветы и вместе с ними приходит нехватка витаминов. Отсюда почти у половины крымчан целы. Ряд неприятных симптомов ощутила их и Галина Костина. Очень сильно чувствуется сонливость, усталость. Хочется больше как-то отдохнуть, потому что зима как-то забирает много очень сил. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно идти в аптеку за таблетками. Лучше на рынок или в магазин. Ведь именно из продуктов организму проще усвоить нужные микроэлементы. Обратите внимание на фрукты. Например, в цитрусовых много витамина С. Достаточно его и в этом фрукте. У англичан даже есть пословица. Кто одно яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает. Среди овощей чемпионы по содержанию этого витамина – помидор, перец и капуста. Морковь – кладезь микроэлементов группы В. Они укрепляют ногти и волосы. Можно употреблять овощи и в квашеном виде, а ягоды – размороженные. В виде пюре. Но желательно их, конечно же, использовать в свежем виде, потому что термическая обработка любого продукта, она приводит к уничтожению полезных свойств и тех витаминов, которые находятся в этих продуктах. Свои полезные свойства и у молочных продуктов. Они содержат белок, все необходимые аминокислоты, фосфор, калий и не только. Если вы на завтрак съедите сырник и в течение дня выпьете стакан молока, а вечером кефира вы почти на 100%. Удовлетворите суточную потребность в витаминах А, В1, В2 и Е. Не отказывайте себе и в мясе. Это хороший источник белка, минеральных веществ. Обеспечит вас витаминами группы В – говядина. Разбейте, пожалуйста. Спасибо. Полезные дары моря – витамин Д, омега-3 помогут улучшить мыслительные процессы и предупредят развитие многих болезней. А вот бороться с депрессией и усталостью лучше семечками и орехами. Они богаты витамином Е. А чтобы все уж точно хорошо усвоилось, не забывайте про позитивный настрой. Так что улыбайтесь и будьте здоровы. Екатерина Серегина и Влад Мошек. Утро нового дня. Новость, которую я прочитала прямо сейчас. Вот в интернете как раз-таки ее обсуждают все больше и больше. Да, действительно, общественность нас будоражила. Дело в том, что вот как пишут, это мы ничего не утверждаем. Китайский ученый доктор Юман Форк создал препарат, который убивает все существующие виды раковых клеток. Сообщается, что вакцина прошла необходимые проверки и тестирования. Сам препарат появится на рынке уже в 2020 году. Но дело в том, сразу не обольщаемся. Будем надеяться, что это действительно так и есть. Но подобного рода вбросы, они периодически появляются. Сразу это сенсация. Появилось лекарство от рака. А потом сразу мы моментально все эти сообщения не утихают. Поэтому будем надеяться, что китайскому ученому действительно удалось изобрести вот такой препарат. Но пока официальных заявлений по этому поводу не поступало. Интересно, что ежегодно в такие вбросы встречаются. И люди говорят, анонсируют какой-то препарат, вакцину, который потом долго, но правда бесшумно пропадает. И если в этом году все-таки человечеству такая возможность улыбнется, если действительно этот медик, врач, ученый изобрел такой препарат, то это будет огромный, огромнейший скачок, прорыв человечества. Ну а тем временем эту новость мы прочитали в интернете. И там же смотрим огромное количество видеороликов. И самые лучшие из них подбираем специально для вас. Предлагаю сейчас их увидеть. Пока хозяева на работе, а их дети в школе, кот времени даром не теряет. Чтобы активно и задорно проводить будние дни, познавать этот удивительный мир ему понадобилась всего лишь удочка. Пользователи интернета интересуются, что будет с хвостатым, когда он поймет с помощью такой игрушки и рыбу ловить можно. Мотоциклетная эволюция. Индийские энтузиасты путем изнурительных вычислений и опытов сумели расширить вместительность двухколесного аппарата. После того, как один из ученых применил на стального скакуна необычный чехол, сомнений не осталось. Это чудо техники должно работать в упряжке. Для того, чтобы совершить запоминающийся трюк, нужны не только годы тренировок, но и фантазия. Это место пользуется огромной популярностью у клиффдайверов со всего мира, но такого никто прежде не делал. Чего ожидать дальше от этого парня сказать трудно. Тысячи людей с нетерпением ждут новых совершений от лихача. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Только тот, кто действительно знает, чего хочет, идет к своей цели, несмотря ни на что. Добьется успеха. И собака, и отец героини этого видео не верят в ее талант. Однажды их мнение изменится, но сейчас уберечь от скандалов помогут только беруши. Мал да удал. Долгими ночами напролет ребенок вынашивал план побега из детского манежа. Каждое движение отточено, доведено до автоматизма. А значит, пора приступать к делу. За таким сорванцом глаз да глаз нужен. Лишь на секунду отвернешься и ищи в поле ветра. В попытках найти то, что на самом видном месте. Наверняка многие попадали в такую ситуацию. В комментариях пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одних позабавили эти кадры, другие признали в мужчине себя. Не важно, как быстро ты движешься. Главное, что не стоишь на месте. Этот парень только в начале своего спортивного пути. Пусть движения лишены точности и грации. У него есть желание стать бойцом смешанных единоборств. А значит, все получится. Ну а в нашей студии не один гость, а сразу три. Хочу вам их представить. Это Вера Паутова, директор детского дворца юношеского творчества. Михаил Платонов. Здравствуй. И Елена Платонова. Привет. Ну, расскажите, пожалуйста, ты обучаешься на инклюзивном образовании, наверное, да? Вот. И я сначала попрошу вас, Вера Александровна, рассказать, что это такое и сколько деток у нас таким обучается. Ну, так как наше учреждение является самым крупным многопрофильным учреждением, также мы уделяем внимание деткам с инклюзивным образованием. То есть это компелитивно, когда детки занимаются и с обычной, и с какими-то моментами по здоровью. Мишенька у нас занимается уже третий год, и он показал невероятные большие успехи, и он большой молодец, это можно сказать не голословно. Мы сегодня принесли выставки, какие-то его рисунки. А теперь он художник. Он не только художник, он и музыкант. Да, Миш? Восемь. Миша у нас любит играть и замечательно преуспевает игре на фортепиано. Миша рисует, он занимается программированием. То есть это настолько разносторонне развитый мальчик. Он молодец, он умничка, он коммуникабельный, он контактивный. И здесь, конечно, большая благодарность маме Елене и педагогам, которые с ним работают. Мы когда готовились на эту встречу, мамочка задала мне вопрос. Она говорит, Александр, о чем будем говорить? Я говорю, наверное, наша сегодня задача показать родителям, что детками такими нужно заниматься, что они большие молодцы, они таланты. Эти таланты нужно развивать, нужно помогать социализироваться в нашей жизни. Миш, какая любимая твоя картина? Ну, моя картина. Вот, да, вот лежат перед тобой, что выделишь? Ну, скажи, все нравится. Ну, Миш, наверное, все любимые, да? Да, вот это самая. Самая? Саше мы показали, а можно телезрителям? Давай. Да, верно, держи. На самом деле, Михаил, я знаю, что когда он начинал только заниматься, то есть образного вот такого мышления, каких-то картинах их не было. На сегодняшний день Миша уже пишет образами. Есть вот, мы с собой взяли работу, это путешествие елочки по Антарктиде. То есть очень хотелось, да, Миша, чтобы елочка путешествовала по Антарктиде и дарила свою такую радость. Я так понимаю, что вы учите в первую очередь мыслить абстрактно, да? И сколько времени на обучение, ну, в том числе, и сколько времени на обучение приходится уделять за пределами дома и дома непосредственно? Дома, наверное, вообще работа просто не прекращается с ребенком, да? Ну, понимаете, вот такие дети, они не терпят насилия, они не терпят установок, они сами сдают темп, они сами задают правила игры, и взрослые играют в их игру. Поэтому у нас работа постоянно, но это работа в радости. То есть она ему нравится, мы всегда все, и мама, и преподаватели, мы все играем в его игру. Елена Викторовна, ну, вот Миша занимается уже три года. Как он изменился, как его жизнь изменилась с началом инклюзивного образования? Ну, изначально мы вообще не думали, что мы будем всем этим заниматься. Мы пришли к психологу, потому что у Мишеньки были проблемы. Проблемы в общении, со сверстниками, проблемы в разговорной речи. И в работе с психологом вдруг он стал раскрываться. То есть вдруг он стал рисовать. Сначала они рисовали, с психологом прорабатывали страхи. Рисовали страхи, потом их рвали. Ему это очень понравилось. И постепенно, постепенно они занимаются лепкой, они конструируют. Но я даже сама не думала, что он будет рисовать. То есть это же развитие не только творческих талантов, да? Но это и работа... Это психологическая, да, еще такая работа? Это всесторонняя, конечно. Если говорим о лепке, это же и моторика. Вот очень хочется все-таки обратиться к родителям, у которых есть такие детки, чтобы они не опускали руки. Чтобы они продолжали вкладывать силы свои и возможности и социализировать таких детей. Потому что Мишенька у нас играет на фортепиано, у него был замечательный педагог. И он до сих пор продолжает музицировать и продолжает до сих пор играть. Очень важно, чтобы родители, педагог, чтобы все вместе объединялись и не опускали руки. Здесь, конечно, Елене большая благодарность. Я восхищаюсь искренне этой мамой, потому что она не уставая, она верит в своего ребенка. Она старается всесторонне его развить. Это большой-большой труд. Куда обращаться родителям, чтобы тоже, допустим, у которых есть детки с проблемами, куда обращаться, чтобы тоже помочь детям таким образом развиваться? В большом масштабе, наверное, не скажу. Я хочу сказать, что в нашем учреждении около 148 детей, которые получают дополнительное образование в данной направленности. В первую очередь, сегодня хотелось бы поговорить о внутренней составляющей. Это большой труд. Это сложно, это серьезно, это тяжело. Но сегодня хотелось бы обратиться к таким родителям, показать маму Лену, которая делает огромный труд, и благодаря ее труду у нас продолжаются вот такие есть результаты, такие плоды. То есть в первую очередь нужно набраться сил и терпения, мониторить, смотреть, что можно ребенку предложить, как можно каждый день что-то новое ему преподнести и рассказать. Труд, конечно, огромный, и однозначно оно того стоит. У меня вопрос к маме. Столько картин, Михаила, вы принесли. Мы во время перерыва обязательно посмотрим их повнимательнее. Вопрос следующего характера. Когда выставку ждать? Ну, столько картин, это же надо людям показывать. Ну, я думаю, что выставка уже была бы, но просто вот сложившаяся ситуация с вирусом, с обстановкой. Поэтому, ну, наверное, Вера Александровна знает. Мы пока приняли решение. Мы обязательно сделаем на этой неделе выставку. Мы ее снимем онлайн. Как сейчас замечательно делаются онлайн-трансляции. У нас также будет онлайн-выставка. То есть каждый желающий сможет зайти на наш сайт, на странички наши в соцсетях, посмотреть выставку, прокомментировать ее. Потому что работы действительно интересные. Они яркие, они сочные. Они дарят какую-то радость, какую-то потрясающую жизнь. Поменялась как-то система образования в учреждении в связи с ограничениями, которые приняты? Ну, в любом случае, вы знаете, что приняты и Республикой Крым, и регионам, приняты большие серьезные меры. Все это обязательно учитывается. И проводятся и беседы, и проводятся и какие-то необходимые нормы и меры, чтобы не уйти вот в какой-то... Обезопасить, чтобы, наверное, в первую очередь... И обезопасить, да, и не паниковать, а просто соблюсти необходимые меры для того, чтобы все у нас было замечательно. Мы продолжаем работать. Я думаю, что родители продолжат заниматься своими детками и дарить им каждый день какую-то новую информацию. Ну, а мы, в свою очередь, конечно же, постараемся и этот каникулярный период также разнообразить различными заданиями, интересными творческими новостями. Мы с Александром выражаем всем вам огромную благодарность за то, что это утро вы встречаете в нашей компании. Ну, а телезрителям напоминаем, что сегодня с нами была Вера Паутова, директор Дворца детского и юношеского творчества. Михаил Платонов, ученик этого самого Дворца, аплодисменты заслуженные. Даже аплодисменты, правильно. И мама Михаила, юного таланта, Елена Платонова. Ну, а наш эфир продолжается и прямо... А можно, наверное, прощание? Давайте. Давайте, конечно. Я бы хотела, пользуясь случаем, сказать, что я очень благодарна всему Дворцу пионеров Вере Александровне, потому что, вы знаете, вот маму, у которой есть особенные детки, знают, что очень редко ты находишь ответ у людей, а тем более у педагогов. И вы знаете, вот действительно, вот очень хотелось попасть сюда, чтобы сказать, очень мало вот таких людей, как Светлана Михайловна Табулина, как Геда Алекс Зикридович. Это вот педагоги, которые вот вкладывали душу в моего ребенка. Я им так благодарна до слез. Я думаю... Вот это то, что я хотела сказать. Спасибо вам большое. Я уверена, что вы не издесна мамы, которая бы... Сказали им спасибо, а тем временем мы пока предлагаем вам посмотреть наш следующий сюжет. Он тоже о творчестве. Краски, кисти, бумага. На первый взгляд, ничего нового. Но только на первый. Эбру – это особый вид искусства. В качестве холста – вода. Конечно, она должна быть непростая, подготовленная специальным образом. Она готовится из водорослей. Называется это в Турции каррагинан. Делается она за 8 часов, настаивается специально для того, чтобы краски наши на поверхности расплывались красиво в узорах и не смешивались. Для создания неповторимых работ понадобится шило и гребень. Краски и кисти тоже используются особенные. Я в основном рисую традиционными красками. Они делаются специально, размешиваются водой и желчью бычей. А для прикладного эбру я использую краски на акриловой основе. Классическая эбру – это изображение цветов и орнаментов, но профессионалам по плечу все, что угодно. Процесс создания настолько интересен, что увлекает даже взрослого. И так мой урок начинается. Кисточку мы держим в левой руке, горизонтально нашему лоточку, нашей водной, холсту водному, и вот так вот делаем ручкой. Кисти используют из конского волоса. И обязательно на новый цвет – новый инструмент, так как краски нельзя смешивать. Берем с вами сейчас немножечко темно-синей красочки. Много на кисточке краски быть не должно. Примерно вот так вот. Такая плоская кисть нужна только для разбрызгивания и создания абстрактного фона. Капли, касаясь воды, растекаются по поверхности, создавая уникальный и неповторимый узор. Дальше берем шило. С помощью этого инструмента и осуществляется главная часть необычного процесса. Опускаем шило и проводим, разрезаем нашу водичку вверх-вниз. Важно после прорисовывания каждого элемента вытирать кончик, чтобы краска не наслаивалась и линии получались симметричными. Берем с вами теперь гребень и проводим с вами, вот так расчесываем водичку. Такое изображение в Эбру называется теракли, и это полноценная картина. Вся суть в том, чтобы сделать на поверхности воды круг, а затем при помощи шила деформировать его, создавая удивительные узоры. Мы используем бумагу для того, чтобы перенести наш рисунок на холст. Его нужно класть аккуратно и равномерно. После мы используем шило для того, чтобы плотно бумага прилегла к воде. Поддеваем шилом, загадываем желание, если вы рисуете в первый раз. Самое интересное, что одинаковых картин не существует. Вот такая техника Эбру. Пытаясь сделать разные рисунки точными и ровными не нужно, ведь Эбру больше подходит для абстракций и волнообразных орнаментов. Картины, выполненные в технике Эбру, можно переносить не только на бумагу, но и на любую шершавую поверхность. Например, холст, дерево, камень или ткань. Блокнот, картина или шарф, украшенный таким способом, станут эксклюзивным подарком. Мы уже взяли на заметку и вам советуем. Антонина Шитова, Алексей Староженко. Утро нового дня. Доброе утро, коллеги, еще раз. Стефан, Саша, привет. Так, в первую очередь, хотелось бы напомнить, выходя из дома, одевайтесь тепло, это первое и самое главное. Ну и второе, тоже не менее важное, может быть, из дома выходить не стоит и все-таки прислушаться к специалистам и действительно перейти на удаленную работу и инвестационное обучение. И здесь хотелось бы прислушаться к советам, которые дают психологи. Психологи говорят о том, что если вы все-таки действительно перешли на удаленную работу, либо обучение, и все это происходит дома, то лучше распределить рабочие места со своей семьей, их обозначить и, конечно же, не путать работу удаленную, которая производится дома, с отпуском, потому что это очень важно. Ну и, конечно же, в вечернее время лучше посвящать его себе, потому что на протяжении всего дня вы будете работать, делить одну комнату, делить один дом на всех, на всю семью и, соответственно, время себе уделять стоит вечером. Ну, это из главных новостей, то, как стоит планировать свой день. Ну и хотелось бы еще кое-что вам рассказать. Я сейчас нахожусь на ЖД вокзале. Вот вы можете посмотреть поезда, которые у нас прибывают. Почему я оказалась здесь? Хотелось бы сказать, не паникуйте и вообще всех призывать соблюдать правила гигиены. Что касается поездов, почему я сюда приехала, потому что те поезда, которые курсируют между Крымом и двумя столицами, они регулярно проходят обработку средствами не только в плановом режиме, который есть, но и кратность этих обработок, дезинфекций, вагонов и вообще всего сустава, она увеличена. Уже кратность не один, два, три, но она увеличена в несколько годов. Кроме того, те пассажиры, которые... который за спиной раздается нашего мобильного корреспондента, но расстраиваться не будем, Антонина, мы впереди еще увидим, пообщаемся с ней. Ну а прямо сейчас давайте отправимся в Керчь и администрация города говорит о том, что призывает всех горожан, всех жителей Керчи к тому, чтобы они обустраивали фасады зданий, в которых проживают, работают и делали это в едином архитектурном стиле. Об этом мы поговорим сейчас подробнее. На связи Екатерина Арябова. Катя, доброе утро. Какие нововведения в связи с этим? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. Город-герой действительно сейчас готовится к знаменательной дате. Дню освобождения от фашистско-немецких захватчиков ежегодно этот праздник отмечают 11 апреля. В администрации Керчи подготовили рекомендации к предпринимателям по обновлению фасадов, а также обновлению государственной символики. Ответственность грозит административно. Сумма штрафов зависит от конкретного вида нарушений. Подробнее мы сейчас поговорим об этом с начальником управления муниципального контроля администрации Керчи Сергеем Горьковым. Сергей Викторович, доброе утро. Доброе утро, крымчане. Сергей Викторович, расскажите, чем конкретно регламентируется эта ответственность? Конкретно ответственность регламентируется за законом Республики Крым об административных правонарушениях. Санкция предусматривает предупреждение, а также штрафы на граждан от 5000 рублей, от 2000 рублей до 5000 рублей, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и на юрлиц административно ответственность в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей. То есть штрафные санкции, особенно юридические лица, очень такие серьезные. А вообще требования эти прописаны в правилах благоустройства муниципальных образований Крыма, ну и в Керчи, как везде по всей России. Привязываемся к дате к 11 апреля и к дню города. 11 апреля это у нас знаменательная дата, день освобождения города Керчи от фашистских захватчиков. И как правило, если мы готовы уже к 11 апреля, то по логике мы готовы к 9 мая. То есть да, эта мера предусматривает обновление фасада в целом. Ну а вообще все собственники зданий, строений, сооружений, независимо от их формы собственности, должны постоянно следить за своими фасадами, чтобы не было, не дай бог, обрушений, чтобы никому кирпич на голову не упал. То есть это прежде всего безопасность. Ну и наши вот эти вот надписи, которые всех раздражают, в том числе меня, с которыми мы боремся, заставляем юридических лиц, управляющих компаний, их сразу замазать. Надписи, о которых мы все знаем, да, которые читают наши дети, переходят по этим сайтам. Мы с этим тоже боремся. Сергей Викторович, может быть не все предприниматели знают о том, что вот есть такое требование администрации, вот как-то вы их уведомляете? Основные улицы нашим управлением Продины, это улицы Чкалова, улицы Карла Маркса, Пирогова, это те улицы, которые являются, Сверлова также, которые являются сообщением, да, между районами, а также наша улица Чкалова, которую мы приводим, да, в порядок, не совсем всех получается оживить, так разом ее обновить, но люди выходят на улицу, начинают обновлять фасады. Также подготовлены ряд статей о предупреждении, да, о том, что всем нужно перед 11 апреля сделать обновление фасадов. А также заходим на объекты и вручаем письменное предупреждение, уведомление о том, что если фасады зданий не будут приведены к 11 апреля, да, предупреждаем, то есть делаем все меры от себя, потому что штрафные санкции, вообще цель административного законодательства, ну штрафного, да, это устранение нарушений о том, чтобы у нас все введены были в правовое поле и у, в том числе, у коммерции не было нарушений. Но штраф это уже последняя мера, да, когда уже мы не хотим составлять протоколы, но мы будем вынуждены, да, если граждане наши не будут устранять нарушения. Сергей Викторович, вот вы озвучили суммы штрафов, разброс достаточно большой, вот от чего конкретно зависит, какой штраф будет назначен юридическому лицу? Зависит от повторности. Второе, зависит от того предупреждения. Если мы предупреждение-то вручили юридическому лицу даже до составления протокола, ничего не сделал, никакие меры, то это будет отягчающим обстоятельством. И все зависит, если уже составлен протокол, если на рассмотрение протокола в административную комиссию субъект, в отношении которого составлен протокол, в отношении которого возбуждено дело, предоставляет материалы, да, существенные, которые свидетельствуют о том, что нарушение устранено, то административная комиссия, я в том числе, и ходатайство о предупреждении. Спасибо большое за информацию. Я напоминаю, что мы сегодня беседовали с начальником управления муниципального контроля администрации Керчи Сергеем Горьковым о нарушениях подготовки города к торжественной дате, к знаменательной дате, к Дню освобождения Керчи от фашистско-немецких захватчиков. Я думаю, что мы еще непременно вернемся к этой теме, ну а пока я передаю слово коллегам. Спасибо, Кать, большое, хорошего вам дня. Ну а мы, в свою очередь, продолжаем эфир и сейчас хотим вам показать, как Крым справляется с последствиями погоды или даже, я бы назвала ее не погодой, а точнее с заморозками. И что для этого делают садоводы? Уже она даже немножко переросла. Но если бы мы ее раньше срезали, она бы уже вот эти ростки были бы вот такие. Она бы очень сильно страдала от мороза. В питомнике у Владимира Волкова все по расписанию. Ориентируется садовод по погоде, чтобы не навредить деревьям и кустарникам. К сожалению, спасти будущий урожай от внезапных заморозков получается не всегда. Самый неустойчивый к холодам персик. Посередине почки вдоль разрезаем и мы видим всю картину, в каком состоянии находится. Вот здесь потемнели тычинки и зависть, рыльца пестка тоже темная. Значит, уже здесь плода не будет. Выглядят почки абсолютно здоровыми, но внешний вид обманчив. В первую очередь от низкой температуры погибает пестик. Единственное верное решение – обрезка, иначе получить здоровый урожай в следующем году не выйдет. Первое при обрезке правило мы сохраняем формировку. Персик режется по чашевидной формировке, то есть немножко по-другому, чем другие деревья. То есть мы и центр полностью должны от прироста освободить. Весна 2020-го принесла крымским аграриям немало хлопот. Из-за резкого похолодания погибла большая часть черешни, сливовых и персиковых деревьев. Растения не выдерживают заморозки, а в некоторых районах полуострова температура воздуха понижалась до минус 10. Каждый садовод должен иметь в своем саду культуру гаранты, которые должны выручать в любых условиях. На северном склоне Крымский город такой культурой является кизил. Аграрий выращивает кизил уже полвека. За все время культура ни разу его не подводила. Каждый год дает стабильный урожай. Этим деревьям 30 лет. Сорт садовод вывел самостоятельно. Запатентовал и даже дал имя в честь внука Артемий. Если присмотреться, то видно, что от остальных кизиловых деревьев на плантации эти отличаются и строением кроны, и оттенком цветков. На пяти гектарах расположилась виноградная плантация с яблоневым садом, деревья зизифуса и ягодные кустарники. Плодов дают столько, что с головой хватает до следующего года. Из закаток я делаю все. Я делаю маринады, я делаю варенье, я делаю компоты. Я делаю и то, что называется перетертое с сахаром. Вы знаете, бывает и малина с сахаром, и там смородина с сахаром. Своими личными достижениями я считаю маринованный абрикос. Никогда не видела и не слышала, чтобы кто-то другой это делал. Для семьи Волковых питомник больше, чем работа – дело жизни. Они не просто выращивают культуры, экспериментируют, выводят новые сорта, а затем отправляют саженцы во все уголки нашей родины. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня. Ну а мы уже готовы пообщаться с нашими коллегами из новостной редакции. Итак, в студии Анна Нечуговская. Аня, доброе утро. К чему вы сегодня готовитесь, какие новости собираете? Доброе утро, коллеги. Сегодня мы расскажем, как идет работа по профилактике коронавируса в Крыму. В 10 часов утра в прямом эфире смотрите заседание оперативного штаба в правительстве республики. Вы увидите, как школьники и учителя осваивают технологии дистанционного обучения. Мы проверим, соблюдают ли водители общественного транспорта рекомендации медиков и обеспечены ли они защитными масками. Не переключайтесь и первыми узнавайте о главных новостях региона. Спасибо, Ань. Хорошего дня. Огромное спасибо. Ну и тем временем наш эфир уже подошел к концу. Я напомню, с вами сегодня на протяжении двух часов были Александра Карнович, Стефан Филатов. Хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»